Доброго денечка! У нас прекрасный, солнечный, воскресный день в Риге сегодня. И я приглашаю вас погулять. Последние пару дней у нас была снежная буря, сыпал снег вдруг в марте. Зимой его не было, а сейчас был. Зря, потому что вот зеленые листики. Жалко, чтобы не замезли. Но надеюсь, что все это быстро растает. Сегодня вот такое прекрасное солнце. Я сама себе придумала небольшой маршрут. Надо сходить купить какие-то вкусняшки для моей собачки-мушенцы. И я иду в один из зоомагазинов, которые находятся от меня примерно километра два. Заодно погуляю. Такое яркое солнце и снег заставляют идти по теневым местам. Потому что если сейчас выйти, там, где солнце, будет слепеть глаза. Я как-то не подумала, где эти очки. Но к этому солнцу меня так и тянет. Приятно подышать свежим воздухом. Прямо скажем, морозным воздухом. Так необычно. Зимой у нас не было снега. Вообще зимы не было. А сейчас вот такие скачки. Погода, природа. Удивляешься, что так происходит. Но даже приятно увидеть. Вокруг себя все белое. Потому что должны быть какие-то перемены. Должна она осень сменяться на зиму. Зима на весну. А у нас все сейчас перепутано. Сквозь веточки видно голубое небо. И этим мне нравится весна и поздняя осень. Когда все просматривается. Такая прозрачность. Потом все это обрастят листьями. И будет какая-то интимность. Потому что ты не увидишь, что там происходит за деревьями и кустами. А сейчас видно далеко. И видно, что день замечательный. Как всегда кричат чайки у нас на крышах. У нас в городе много чаек. Потому что не так далеко море. Рядом река. Наверное, они там что-то ловят. Какую-то рыбку. Поэтому поселяются на крышах домов. Здесь же они выводят своих птенцов. И вот такой вот круговорот чаек в природе. Вот такие у нас тут дорожки, лужи. Но это все так по-весеннему мило. Что даже нисколько не вызывает раздражения. Ну и, собственно говоря, здесь дорога никакого, так сказать, проезжего значения. Здесь скорее пешеходная. Рядом железная дорога. Поэтому асфальта здесь ждать и не стоит. я иду не спеша какими-то маленькими закололочками. Сейчас сверну на такую небольшую улицу частных домиков, которые меня в конечном итоге выведут к большому супермаркету. на улице тихо, спокойно, безлюдно. И трамвайчик мимо. Обожаю этот маленький трамвайчик, который почему-то вызывает какое-то ощущение, что ты где-то очень далеко от города и какая-то это окраина. Может быть, оно так и выглядит. Но на самом деле мы находимся буквально в 15 минутах от центра, от Старой Риги, от вокзала, от самого такого места, посещаемого туристами. И вот, если бы они знали, что можно вот так сесть на этот трамвайчик, прокатиться и оказаться вот так вот в таких вот местах. Дороги, уходящие куда-то вдаль, они всегда так манят, учатся идти, идти, но это будет слишком далеко. Поэтому мы с вами сворачиваем. Наслаждаясь солнцем, получая витамин Д. Я его и так пью, как и другие витамины, многие. Но мне кажется, нет ничего лучше такого настоящего солнышка, которое светит тебе прямо в глаз. Я видела на доске объявлений, этот домик продавался, или половина домика. Вполне возможно, что половина, потому что здесь четко видно, что два хозяева существуют. Цена была маленькая, но, похоже, никто не заинтересовался. Место такое тихое, спокойное. Здесь много новых домов построили. Такая улочка маленькая. В моем районе называется Варвес. Как переводится, не знаю, может быть, никак. Думаю, что там такое серебряное? А это верба. У нее такие красивые, густые, пушистики. На фоне голубого неба и солнце не серебрятся. Сократила буть и попала в грязючку такую. Ну, если на нее не смотреть, а повернуть голову влево, то здесь можно увидеть красивые цветочки. Я уже почти у магазина. Хочу там еще купить какие-нибудь разнообразные отруби и есть их вместе с кефиром или йогуртом. Я, как всегда, цветочное дело заглянула, но заметила, что на волне интереса к всяким обеззараживающим средствам сейчас продают какой-то универсальный убиватель всех бактерий и за ним очередь. А меня больше интересуют цветы. Сема Пасхи уже присутствует. Зайчики тут всякие прикольные. заячек-топилка. Вот такие классные заяцы, сделанные из искусственного мха и всякие яйца. Все булочки отдельно упакованы в полиэтиленовые мешочки. Раньше они просто лежали в открытом виде. Это чтобы люди не дотрагивались до них и не дышали на них. Еще один интересный момент. Все продавцы верни-кассиры на кассах работали в перчатках. Тоже, чтобы не заразиться. В магазине Multilux появилось множество делисов, которые уже давно вроде не выпускались. Начиная с первого номера, который, кстати, по-моему, клемма, аналог. Второй, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, тридцатый, тридцать первый, тридцать третий, тридцать девять, сорок первой. Можно найти в интернете прийти и купить. Семнадцатый, тридцатый, просто вкусняется. Тридцатый напоминает мездер шерик лобничный, а семнадцатый тоже очень вкусный. Ну вот, я на обратном пути из магазина. Какие интересные вещи для себя отметила. Ну, то, что даже некоторые люди, заходя в магазин, одевали такие полиэтиленовые перчаточки. То, что кассиры в перчатках. Продукты все есть, ничего там особо не расхватали. Я купила отруби себе, собачки-вкусняшки и теперь двигаюсь домой. Ну, и продавали вот это средство универсальное, убивает всех микробов. Так, я смотрю вниз, потому что тут лестница, чтобы не упасть. Ну, вот так, теперь обратно. Купила отруби себе, очень дешевые, двадцать пять центов, пшеничные, ржаные, кто знает вообще, из чего они делаются. перемолотая какая-то типа овсянка или что-то еще, или шелуха от чего-нибудь. Вот, никогда, кстати говоря, не задумывалась над тем, из чего они делаются, но полагаю, что вещь полезная. Я ее в кефир, в йогурт и во время перекусов. Когда есть, вроде хочется, а не стоит этого делать. перебежала дорогу, хотя так делать, конечно, не полагается, но до светофора перехода здесь очень далеко, а мне хотелось свернуть опять на какие-то маленькие елочки, подальше вот от этого шума, подальше от людей, так что мне, надеюсь, это проститься. Ну вот мы на маленькой боковой улочке. Здесь тихо, хорошо. Здесь бегают те, кто хочет дышать свежим воздухом, а не машинами и газами около трассы. И тут рядом велосипедная дорожка. здесь сразу слышны птицы, которые чирикают, поют. Вот такая зеленая травка из-под снега выглядывает. Ну, потому что я надеюсь, что он скоро растает и будет опять так же сухо и тепло, как было два дня назад. если вы едете, там человек сверлит дрелью березу, будет собирать березовый сок. вот такими маленькими улочками я уже догуляла до своего района кирпичных пятиэтажек, но если честно, домой не хочется идти. Настолько хорошо на улице, поэтому я растягиваю удовольствие, иду очень медленно. и о чем-то же говорить нужно. Мне тут пару раз спрашивали про эти садики в баночках, в аквариумчиках, в бутылочках, такие моховые садики, как их делать. Вот, пока иду могу рассказать. Собственно, я всегда на дно стараюсь положить песок, потому что по нему видно достаточно ли влажности, если он потемнеший, то значит там все в порядке. Если он уже сухой и светлый, значит воды там нет. Потом небольшой слой земли, потом нахожу мох, который у нас растет буквально везде. Даже вот так где-то вдоль железной дороги, на любых опушках, если можно так выразиться, вот на таких местах. И туда его в эту баночку кладу, поливаю немножко, чтобы там была влажность, чтобы песок был темным. И можно какие-то поставить интересные камушки, какие-то маленькие фигурки, все, что вы хотите, как вам понравится. И закрываю сверху, потому что если не закрыть, влага очень быстро испаряется и мух засохнет. Если баночка будет закрыта, стеклянная, то он там будет очень долго остаться в нормальном виде и доливать воды не нужно, как правило. Ну, вот такой маленький совет, как это сделать. Где-то вдалеке гол, шум, идет большой состав железнодорожный. Кстати, когда читала книгу, такие мемуары книготорговца, было интересно узнать, что, например, в его магазине наибольшей популярностью пользовались книги на тему железных дорог, поездов, в общем, вот всей этой тематике. Он сам был удивлен, но вот это популярная тема. Чем-то, наверное, привлекательны поезда для людей. Куда-то едут, что-то везут. стучат колесами. Тих местах, где ветра нет, и так ярко светит солнце, прямо совсем весна-весна. Нужно пойти собачку выгулить. Привет, мушенция! Меня встречаешь? Привет, собаченция! Субтитры отец. Субтитры